О, как внезапно кончился тайфун. Здравствуйте! Перед началом, по традиции, минутка занудной статистики. В этот раз в Японии творилось черт знает что. Гонка вообще была под угрозой срыва, так что тренировок было всего две. Я больше не играю на гитаре рок, листаю на диване журналы мод. Нашел в комиссионке фирмовые варенки, являюсь постоянным посетителем вагонки. Японский синтезатор. В субботу все делали, чего хотели, ибо разрушительный тайфун все еще буйствовал в округе. И в итоге квалификацию пришлось проводить с утра в воскресенье. Да задрало все, у меня нос лучше с аэродинамикой работает, чем их новое переднее крыло. Я им об этом сказал, так они обиделись и не поставили мне его. Крыло в смысле, нос мой всегда со мной. Спорим вам квят потом скажет, что доволен своим темпом. Я если сегодня не выиграю, то только потому что Вальтери вчера с этими гикарями пил, а он с быду на бешеный. Мчит как в последний раз. Ну мы по моим меркам вчера скромно посидели, но ехать чет лень. Я на спорскими бутылку минту всосал, но минталовая такая, сладкая хрень. Ее рюмку пьешь, ничего. Потом еще рюмку пьешь, ничего. Потом внезапно литр кончился. Ты очнулся, а там светофор уже горит. Гонку, слава богу, не отменили. Тайфун ушел разрушать другие части Японии, а на трассе вообще стояла прекрасная погода. С ветром. С сильным ветром. Пораньше-то нельзя было гонку начать. Победил мистер Ботос, вторым приехал Себастьян Феттель, ну а третьим стал Льюис Хэмильтон. Да задрал этот Хэмильтон. Гонка продолжалась 53 круга, но в итоговый протокол попало только 52. Потому что так захотела электроник. И да, Мерседесы оформили на этой гонке очередной чемпионский титул. И да, Феррари опять просрали все полимеры, если это кому-то еще интересно. Если ты на Мерседесе, можно и не стартовать. Остальные мракобесы сами все испортят. Б***ь. На этом на сегодня все. Пока. Не-не, ну чего вы, ну это было для любителей статистики. Всех остальных, кто в гонках любит эмоции, и сами, собственно, гонки, приглашаю дальше. Поехали. Привет, с вами Диванный Голос Формулы 1, и сегодня мы поговорим про гран-при Японии. Нихао. Нихао было непонятно долгое время, будет ли вообще гонка или нет. Ибо над Японией творился настоящий ад. В теории, конечно, можно говорить, типа, ну чё эти сакунишки вообще разучились в дождик ездить? Или там, ну и что, что ветер 160 км трещат, зато болиды бы, наконец, разогнались бы под 500. Но в самом деле ситуация была очень и очень страшная. Поэтому на субботу вообще разогнали всех, типа, делайте, что хотите. В итоге молодежь и несколько примкнувших к ним старичков врубились в PlayStation. Причем плойку с собой Макс привез, как в воду глядел, что она пригодится. Или он ее всегда с собой возит. Я, конечно, надеялся, что они сбегают в соседний магаз, быстренько купят хорошую руль с креслом и начнут тайматачить Сузуку. Прикольный же был бы стрим, согласитесь. Можно сказать, все в равных условиях, гоночки, смех, веселье. Но парни почему-то предпочли футбик. Блин, может, в жопу его этот обзор? Тоже погамать немного. Короче, веселились все, кто как мог. Дело было вечером, делать было нечего. Рома клеил, Макс играл, Кимми тупо выпивал. В итоге, я уж не знаю, из-за такого изначально долбанутого ирванового уикенда, или в принципе в Японии космос чем-то другим влияет. Но гонка по итогу получилась такая же, ну, долбанутая. То есть она вроде и прикольная, но какая-то с осадочком. Ну, ирваная такая же. Вроде и экшен была, а вроде и очень сильно спать местами хотелось. Или это просто спать хотелось, потому что рано пипец как. Кажется, с Японией, кстати, всегда так. Ладно, проехали. Давайте прогоночку. Но перед тем, как мы перейдем к гонке, я хотел бы позвать вас всех на гонки. Да, на самые настоящие, ну, правда, в картинге. Особенно актуально это для жителей Санкт-Петербурга и ближайших окрестностей. Хотя, впрочем, если вы вдруг в дате соревнований будете у нас проездом, так тоже милости просим. Вся необходимая экипировка будет предоставлена. Итак, о чем же я? Мои большие друзья сеть картинг-клубов Питстоп возобновляют традиционный чемпионат на звание гонщика года. Семь этапов с октября по май и гранд-финал на открытой трассе Питстоп Нарска. Гонки будут проводиться в формате 60-минутного заезда с тремя обязательными питстопами для смены карта. Кроме того, я буду обозревать данный чемпионат на канале Диванная Формула. Короче, друзья, приезжайте, будет весело. Вся информация в официальной группе картинг-клуба Питстоп ВКонтакте по ссылочке в описании. Итак, поехали. Давайте про Вильямс. Кубица сильно разложился на квалификации и заставил парней в своих боксах сильно попотеть. Типа, вы же механики, вы же любите собирать. Вот вам задачка. В кратчайшие сроки соберите-ка мне чудо болит чемпионский. Чтоб не вертелся, как Феррари Феттеля, чтоб пулял напрямых, как Рено. Чтоб в медленных связках вел всякий Рэдбулл какой. И вообще на всех трассах был стабилен, как Мерседес. Но парни сказали, типа, сорян, бро, у нас только говно, палки, да. А, вот еще кусок Мерседеса есть в двигатель. Соберем что-нибудь. И что-нибудь собрали. В общем, весь этот цирк в очередной повод посмеяться над Робертом, да и вообще над всем Вильямсом. Вся работа, которого сейчас ощущение, что направлена лишь на то, как бы потом Рассела подороже продать. Точнее, это ощущение, что даже и не их работа. Я же лично в аварии это и увидел то, что Роберт старался изо всех сил и едет, как всегда, на грани. Постоянно рискуя. Но лыжи все еще не едут. Плюс там скандалы очередные, саботаж. Это вот все вот... Ну, слушайте, реально, вот хочется, чтобы этот сезон поскорее закончился, чтобы не видеть вот этого всего. Ну, а где вообще всю гонку были горожан и Магнусом? Куда они вообще делись? Ребята, их показывали вообще там? Алло, у нас пилоты пропали! А Джовенадзе где? Куда закатился? Или их всех показывали, пока меня вырубало? В любом случае, раз не запомнилось, значит и хрен с ними. Лучше надо было ехать. А, вспомнил. Хаас на стартовой решетке показывали. У них там еще бенота терся. Наверное, очередную бушную тачку на следующий сезон. Он впаривал. Что же до альфистов, Джовенадзе подраскатился к концу сезона. Стал то и дело накатывать Райканена. И вообще, в принципе, стал намного-намного лучше, чем казалось в начале. Но все же на длинной дистанции темп он не держит. Тут-то опыт Кимми и берет свое. С другой стороны, за этим он там и нужен. Учить молодых, да кататься в свое удовольствие. Хотя очень, конечно, хочется, чтобы все же до конца сезона Кимми таки воспрял духом и выдал пару-тройковых отличных гонок. Кстати, за место квалификации в субботу на официальном канале Формула-1 на ютубе показывали Японию 2005 года. Если пропустили, давайте бегом смотреть. Там уж есть на что. Ну, как минимум, на Кимми. Тапки гоночные купил. Рейсинг-поинт. Строл все чаще умудряется опережать напарника в квалификациях. Но в гонках все еще остается стролом. В общем-то, добавить нечего. Нет, он сам, конечно, немного добавил, благодаря, видимо, тренеру в виде мантуи. Но в целом все еще слабовато. А вот про Переса я бы немного поговорил. В Японии в этом году было несколько инцидентов, ну, аварий, скажем так. И парочка из них была, на первый взгляд, очень похожа. Но на самом деле, если приглядеться, совсем нет. Если в главном столкновении, которое мы чуть позже обсудим, был виноват гонщик внутри, то здесь, как по мне, была чистая вина Переса, который был снаружи. Да, он потом говорил, что и его, и он обгонял так же. И ничего, мол, нечего, мол, упираться было. Там еще целый поребрик, и до него далеко. Но не охренел ли он? Папа, что ли, едет? Дорогу все уступать должны. Как по мне, так Перес сам повернул в гасле. Это его вина. А то, что он в очках в итоге, ну, пусть скажет спасибо хваленой японской электронике. Хотя, с другой стороны, датчики же не на Тойоте делали, чтобы они вечными были и никогда не ломались. Любая машина будет ломаться. Ну, кроме Тойоты, божественная Тойота, Тойота! Тора Росса. Ну, знаете, Квят ощущение, что вот, ну, как только доктор Марка сказал, что Даня в Тора Росса на следующий сезон, на этот сезон Квят просто забил болт. Болтяру, вот эти болтищи. В этот раз двигатели не меняли один за другим. Никто не мешал особо. А гонки-то, гонки-то где? Гасли вон опять выше. Впрочем, он и стартовал выше. Точнее, где стартовал, туда и приехал. Получается, что... Гасли хорошо в Тора Росса. Намного лучше, чем в Рэдбуле. А, я говорил уже это, да? А, ну, окей. В общем, если бы там еще всякие пересы дорогу не перебегали бы, было бы вообще ок. Сейчас футболисты крива ноги, шете кривая руки ему. Эй, Рено, проснитесь, вы обосрались. Да, Рено, эти ведро собрали мне. Пока Бибуль продолжает зачем-то втирать всему миру, что за их двигателями стоит очередь, что за вашими косвордами. И потеря очередного клиента в виде Макларена им похеру, само Рено, мягко говоря, едет, скажем так, хреновасно. То одно, то другое. Стоп, стопе, стопевич, скажете вы, ты че там охренел? Это была одна из лучших гонок для реновцев за последнее время. Ты вообще, асталоп, видел, как они прорывались из того дна, в котором оказались после квалы? Я-то, ребят, видел и даже аплодировал. Есть только маленькая проблема. На Рено подан протест на 12 листах чистого вброса про автоматическую регулировку тормозного баланса во время гонки. Мол, засранцы эти не ручками что-то там щелкают, основываясь на собственном же помере. А это все происходит благодаря электронике, позволяя пацанам тормозить окибожники. Протест подал Racing Point. Непонятно только, что за крыса завелась там в Рено? Кто это у нас там мог быть с обеими командами связан? Погоди. McLaren. Fantastic job, guys. Все, что хочется сказать. Если бы Ланда не был торпедирован Адским Албаном, было бы интересно. А так за двоих пришлось отдуваться лишь Сайнцу. И знаете что? Он вновь так вот тихо, спокойно, не в первый раз уже довез свою телегу до пятого места. Тихо так, скромненько даже. Прям вот молодец. А я прям вот жду, чтобы туда Мерседес воткнули, и чтобы оно еще быстрее поехало. Долго, правда, ждать, блин. Red Bull. Ну что, начнем с Албана. Как я уже говорил, парень старается, четко выполняя свою задачу, поставленную руководством. Фигачит Аки Чорн. И дерется, как пьяный пират. Но многие говорили, что он доиграется. Так, в Японии был первый звоночек. Тупое выпиливание бедняги Норриса в бок, это не очень так мягко, скажем, красивое действие. Ну, типа, камон, ну зачем здесь? Что ж, до Макса, Макса вновь жаль. Какую гонку подряд все идет не просто нахрен, а еще и через жопу. Албан, кстати, после перерыва набирает больше очков, чем Макс. И мы тут не очки, конечно, сейчас считаем. Но, короче. Отправьте Ферстаппена в какой-нибудь голландской оранжевой бабке. Пусть глаз снимет. Либо попросить его бздеть на первом круге, шарахаться от всех и вся, терять на этом пару-тройку позиций. Ну, а потом пусть обратно отвоевывает. Все лучше, чем на обочинах заканчивает. Я с детства за Рэдбум. Ну, не помещается он в толпу постоянно. Ну, не помещается. Тут, конечно, вина полностью на Леклере. Ну, как вина? Ну, короче. Встретились два одиночества, но одно до финишного флага доехало, а второму пришлось сойти совсем немного покатавшись. Так чемпионом-то и не станешь. Габабки. Губабки. Херрари. Ну что, у кого-то были сомнения, что красные опять все полимеры протеряли? Не, ну правда. Очередной чемпионат проигран что в командном, что в личном. Да, после Гран-при Японии Мерседес уже взял кубок конструкторов, а за личный чемпионат могут бороться только Ботос и Хэмми. Красные опять все. Да, они таки создали быструю машину. Да, они таки сделали хороший двигатель. Но все это работает лишь на коротких дистанциях. Появляются, вот появятся, когда эти квалификационные спринтерские гонки, о которых так много теперь все говорят. Там это будет работать. Но на длинных дистанциях Мерседес везет им, ну, просто бездну какую. То есть, если мы видим, что в Куале красные привозят Мерседесом, мы должны понимать, что на дистанции, тупо по работе с резиной, они начнут проигрывать в разы больше. У вас у всех кровь красная. Леклер. В итоге Леклеру выдали аж 15 секунд штрафа, 2 штрафных балла, а у Скудури отсучили 25 тысяч евро-долларов. И знаете что? При всех этих леклеровских поступках, при всей его еще детской, вот, детскости в словах и поступках, я категорически не согласен с этим. 5 секунд за Макса с точки зрения тупых правил последних лет, да. Но с точки зрения этого сезона, дерьмо собачье. Да, он выбил одного из лидеров в первом же повороте первого же круга. Но он сделал это лишь потому, что машину снесло. Это был незапланированный выпил или попытка какой-то атаки, или еще что-то такое похожее. Машину, блин, снесло. Нет, ну давайте всю гонку решать, что с этим делать, а уже после финишного плага выносить такое вот решение. Решение после гонки, в принципе, говно. Все случилось уже, или вы сразу говорите, либо молчите уже. Тут-то и посмотрим на ваш профессионализм, сможете ли вы без чувств разбирать вот такие вот моменты или нет. Ну, кстати, вот сравните эти две аварии. Макс едет широко, и широко бы продолжил ехать, если бы в него не прискользил Леклер. А вот Перес, он сужался, он перекрывал. Пусть и Гасли, и если того тоже хоть чуть-чуть снесло, так по мне вины Переса в этой аварии больше. Именно потому, что он свою траекторию менял сам, умышленно. Да они там все гомосеки. 10 секунд и денежный штраф за разбрасывание карбона по всей трассе. Ну, с одной стороны, да, Леклер охренел. Ну, это реально дичь ехать и засыпать трассу обломками. Трассу, на которой есть повороты, проходящиеся на полном газу и запредельной скорости. А когда там на Хэмилтона бомбардировка кусками болида началась, вообще без открытого рта смотреть невозможно было. Херак и нет зеркала. Но, с другой стороны, я лично, кроме как диалогов с командой, никаких предупреждений не слышал. Никаких флагов черно-оранжевых я тоже не видел. Сфига ли потом уже после гонки такие решения выносить? При МОКСе такого не было. Он же в итоге-то заехал. Вы что, по радиопереговорам опасность определили? Я даже в какой-то момент, знаете, до того, как показали эти кадры с бомбардировкой трассы Карбоном, очень порадовался, что гонщика на покореженной машине не сразу у бокса зазывают, а прислушиваются к нему. И раз он говорит, что может и так пилотировать, то пусть пилотирует. Может, до планового пидстопа дотянет. Фетель. Ну, молодец. Ну, почти. Штраф, конечно же, был. Фольстар, в смысле. Ибо, если его не было, верните, пожалуйста, штраф Киме. Электроника не сработала? Ну, может быть. Типа, ну, знаете, может быть, он не доехал какой-нибудь считанный сантиметр до срабатывания. Может, вообще тупо датчик заглючило. Но, в любом случае, Фетель сам себя этим уже наказал. С другой стороны, Фетель как-то спокойнее, что ли, едет, когда вот один. Ну, в смысле, когда не вообще один на трассе, а когда его не давит напарник или не прикрывает напарник. Короче, когда он знает, что все зависит прямо сейчас и только от него, как мне кажется, он едет лучше. И это была его гонка, она была неплоха, но не считая того самого Фольстар. А, вспомнил. Там еще все начали восхищаться, как Леклер в 130-ер с одной рукой повернул, когда второй не то придерживал, не то отломать пытался свое левое зеркало. Так вот, кубица смотрит на это все, как на говно. Он так 53 круга ехал. Не говоря уже про парней, которым приходилось ездить в эпоху затыкания дырки в кузове одной рукой. Джеймс. Это Вальтери. Хера Боттас, блин. Прям отличная гонка для Боттаса, гонка из серии «Вот именно поэтому его и продлили». Именно поэтому он и второй пилот. Мне придраться не к чему. Пришел, увидел, победил. Что касается Хэмильтона, он в последнее время не такой уж веселый. В последнее время он выигрывает мало гонок. Наверное, он привык по-другому, но все равно. Я даже и не знаю, что должно случиться, чтобы чемпионом в этом году стал не он. Не, ну правда, все отвалились уже, остались только он и Вальтери. Но не бывает таких сценариев, чтобы последний вдруг настолько повалил, а Льюису так не везло, что за оставшиеся считанные гонки до конца сезона чемпионом мира стал еще один Финн. И я не верю. Да Хэмильтон победит. Но я верю в вас и благодарю вас за просмотр и поддержку, мнение, споры и эмоции. Спасибо всем вам. В общем и целом, это была неплохая гонка, пусть и немного по-японски сумасшедшая. Моя выспаса ходит. Давайте же обсудим ее прямо тут, в комментариях. Оставляйте свое мнение, как вам эта гонка. Что было не так, что понравилось, что не понравилось. Спорьте со мной в конце концов или поддерживайте какие-то мысли и помогайте им развиваться дальше. Ну и самое главное, берегите себя и своих близких. И, конечно же, да пребудет с вами сила. У меня на этом все. Пока. А, да, более детальное обсасывание гонки будет в подкасте. Читайте новости из мира F1 на сайте F1Zen. Читайте мои заметки в закладке сообщества. Смотрите другие ролики. Да вообще все смотрите. Любите гонки, любите автоспорт. И не смотрите телевизор. А еще приезжайте в карцинг. Увидимся. А, кстати, у ХАС были гонки, были. Просто нам их, как всегда, не показали. Будь смелым, прыгай в такси. Я знаю, куда теперь везти. Напрасно прячешь глаза. Пролетаем большие города. Там люди ищут пути. Я знаю, что будет впереди. И мы налегке, снова налегке. Город пока. И на три парсета. Мы налегке, снова налегке. Продолжение следует...